Как у вас строится, идет ли в другом отношении и через что? Это вам интересно? Вот уставил один, зачем вы говорите? Кто готов? Я вас буду спрашивать. Каждому? Спасибо. И еще я хочу уточнить вопрос. Что для вас болезненно? Когда вы чувствуете, что это вас ранит? В отношениях с отцом, с мамой, с близкими. Когда вы чувствуете, что вас как личность не замечают, игнорируют или что-то такое? Здравствуйте, меня зовут Айдарь. Я приехал из Уфы. Великолепно. И вот такие трудноотношения у меня были с отцом. Мне было неприятно, когда он... Он меня любит, я знаю это, да? И мне было очень больно, когда он резко и грубо... Я совершил ошибку, я не поняла, почему он так на меня грубо реагирует. Это было очень печально. Я обычно клапал после этого. Но... И когда мама попросила нас поговорить, Я просто встал в ступор и... Я ничего не могу сказать. Просто... Стояла такой и была рада просто. Папа говорит, в чем дело? Я такой... Не могу сказать. И так полчаса. И стою просто и смотрю... Точнее, я не смотрю, я просто смотрю в голову, папа на меня. Я такой... Уже весь всадел, перепотел и... И когда я сказал, папа, мне больно, когда ты вот так грубо со мной говоришь, он... Он тоже очень сказал... Сынок... Прости меня, я так не хотел с тобой поступать. И... Мы потом обнялись и я видел, как мама плакала. И я вам... Честенок. Спасибо большое. Знаете, иногда так важно у ребенка попросить прощения. Потому что мы же тоже с вами, взрослыми, всегда знаем, как себя вести. И порой... Нам такое... Мы же больше гораздо их. Вот я, например, сейчас буду так разговаривать. То есть, я уже нависла над ним, понимаете? То есть, что бы я ни говорила, это уже будет сверху вниз. Это... И поэтому очень важно с ребенком разговаривать вот так. Присесть. Однажды моя подруга, она с дочерью, с сыном разговаривала, она говорит, и у меня вдруг дочь выросла. И я, говорит, все время говорила, сядь, пожалуйста. Она, говорит, я поняла, что мне... Я теперь не могу с ней так разговаривать, потому что вот так вот уже не напричишь сильно, да? Я уже над ним не нависну. Скорее он, он говорит, у меня с сыном дядей вот так не нависает. Но с ребенком это так. И поэтому наш голос громкий для них звучит совершенно по-другому. Знаете, животы сверху выглядят совершенно по-другому. Подбородки по-другому. Все, вот вы вот так вот начнете смотреть на мир, вы увидите, и голоса звучат по-другому. Спасибо большое. Ты хочешь сказать? Ну, в начале у нас именно с папой были тоже довольно сильные терки. Потому что вот мы постоянно с ним ругались довольно сильно. Вот папа уехал куда-то далеко в поход, и я его ждал, ждал там всякие сюрпризы, но он придумал. А потом он приезжал, и по большей части, он так говорил, совсем не обидные вещи, но я на них обидно реагировал. И так, ну, и еще эта каша-малаша началась, а потом, ну, главное то, что благодаря вам мы узнали вас, папа слегка так заинтриговался. И просто... Ну, такое чувство, будто сразу со всех сторон одинаково. Этот... И вот я же знала то, что папа, на самом деле, он самый особенный кристалл. И очень долго придется, я думала, что очень долго придется его с этой стороной подрезать, потом с этой, потом с этой. А кажется, просто, вы взяли сразу, вы, вы. И все оказалось легко и просто. Ну, и сейчас я думаю, что папа, он просто идеальный. Вот такой взгляд у детей на нас, на папу, как на особенный кристалл, который нужно сделать бриллиантом. Да, и мама наносит особые штрихи, на работе наносят особые штрихи, дети наносят особые грани, да. И вот так мы в жизни становимся в итоге бриллиантом. Спасибо тебе большое. Что кто-то хочет сказать? Знаете, так получилось, что у меня с мамой и с папой совершенно разные отношения. Но я благодарна то, что у меня есть и то, и другое в моей жизни. И мне очень больно, когда родители, они хотят изменить своего ребенка. И внешне они могут как-то реально пытаться, стараться общаться с ним по-доброму, применять там какие-то знания, но внутри есть такое, что этот ребенок, он же не соответствует моим ожиданиям. Мне он не нравится, и это очень чувствуется. И ты сразу чувствуешь, как будто бы, ну, вроде вот к тебе же подходят, вроде с внешней-то, с любовью, но на самом деле тебя хотят поменять. Тебя хотят слепить вот то, что будет как-то выгодно и не очень, не то, что ты хочешь. И когда родители, они не хотят уделять должное время ребенку или говорят, что вот, у меня очень много работы, это обижает, казалось бы. Но вот эта любовь, она может изменить. И я знаю, что моя мама, какая бы она занятая ни была, каждый вечер, пусть она там 10 в 11 часов приходит с работы, но каждый вечер мы ложимся спать с ней, и перед сном мы говорим друг другу, а что было ценным вот за день. И она для меня такое, знаете, сердце, которое вот очень-очень близко, она очень рядом с ней. И это настолько ценно, это настолько важно, что у меня есть вот это мое родное сердце, которое всегда откликнется на меня, что бы я ни сказала, какой бы я ни была там такой ужасной, как бы я себя ни вела, как бы я ни перечила, она поймет. Малый децепт от детей, пожалуйста, вечером. Как бы вы знаний-то не были, спросите, что у них важного и ценного было за день. Недавно Шала Александрович с одной женщиной разговаривал. Женщина говорит, я, вы знаете, говорит, я не знаю, что делать с моим ребенком, я вот очень устаю, очень устаю, прихожу домой, срок такая уставшая. И Шала Александрович говорит, так-так, давайте, говорит, постепенно. То есть вот вы кем работаете? Ну, представьте, стоит рядом Шала Александрович, ему 86 лет, и женщина ей лет 35. Компания. Я так устала, он говорит, а простите, от чего? Она говорит, ну, я работаю, понимаете. А он говорит, а кем вы работаете? Она говорит, я стилист-парикмахер. Он говорит, аа, хорошо. И когда вы приходите домой, то как вы заходите? Она говорит, ну, просто прихожу домой уставшая. Уставшая. Да подождите, подождите. Вот вы приходите домой. Что вы делаете? Она говорит, ну, звоню в дверь. И кто открывает? Дочка, говорит, бежит, открывает. Дочка бежит, открывает. Ну, да, дочка бежит, открывает. Я, понимаете, я уставшая. Он говорит, так-так, дочка открывает, а дальше что? Ну, я дальше раздеваюсь. А кто, говорит, куртку берет? Ну, дочка куртку берет. Дочка куртку берет. Ну, да, дочка куртку берет. Понимаете, я такая уставшая. А дальше что? Она говорит, бежит, чай ставим. И вы знаете, вот, когда мы смотрим, как на само собой разумеющееся, что нам открывают дверь, что нам бегут, ставят чай, что нам кто-то вообще улыбается, и кто-то нас ждал. Если мы вот так на само собой разумеющееся смотрим, и он говорит, и что дальше? Ну, дальше мы садимся вместе чай. И он говорит, и я, говорит, у меня вопрос вот в чем. Я устала, я же не могу на свою дочь все вывалить. А он говорит, а вы знаете, как ваша дочь устала? Она в каком классе? Ну, ей, говорит, 11 лет. Она в четвертом классе. И что, говорит, вы можете себе представить, что такое в четвертом классе? Она вот так сидит, 45 минут. И он к доске пойдет. Пойдет к доске. Я говорю, мне 55 лет, я знаю, где я в этом журнале. Он же получил. У меня до сих пор внутри неприятно жить. Да? И говорит, когда доходит до конца, опять он опять к доске пойдет. Это же садизм, говорит. А вы можете описать, что она испытывает там, сидя, а если она еще не подготовилась к нему, господи. Все чувствовали? Потом сядьте, Рона, Рона, сядьте, где руки, я не вижу. Где ваши руки? Да? И вот просто ты сидишь, что потом опять будут перемены, и следующий опять урок. И это был ужас. Один раз я помню, я пошла, я не выучила геометрию, честно не выучила. Я пошла к учительнице по географии, помогите мне, пожалуйста, сделать геометрию. Учительница по географии, что-то не упала. Я вообще учитель по географии. Я говорю, ну не пойдешь я к учительу по геометрии? Я шла, я сразу два поставлю, если я приду, то, что, знаете, я не выучила. Потом пошла к учительу по-русскому. Я говорю, ну что, я учитель по-русскому. Я тогда себя открыла, что оказывается, я ничего этого не знаю. Я не поняла, на что должна я все знать? Это было откровение, реально. Значит, физик не знает геометрию, геометрия не знает русский. А я вот должна прийти и все это знать, на всех уроках, где руки, где руки, не вижу, не вижу. Вы представляете, говорит, как она устала. А вы, говорит, там вокруг клиентки двигались так. Так что, говорит, от чего вы устали? Ну да. Женщина уже, она просто по другим углам зрения на свою жизнь взглянует. Это знакомо. Он говорит, у каждого из нас, у вас есть какие-то подруги? Она говорит, есть. Сейчас к вам хочу обратиться. Есть у вас друзья? Такие очень близкие друзья. И вот, как Лена сейчас выступала, подруга номер один у вас должна быть ваша дочка. Друг номер один должен быть сын ваш. И как вы у друга спрашиваете, интересуете, со всей серьезностью отнесясь к его жизни, вам самая близкая дружба должна быть с детьми. И тогда дети открываются. Дети не любят, чтобы над ними нависали. Друг это тот, кто рядом. Вот если вот это близкий друг дочка или сын, вот это вот цена. Всем здравствуйте. Меня зовут Атан. Мне 15 лет. Я тут живу близким. Немного обманусь. Потому что, последний день. Сейчас? Спасибо. Хотел бы с вами поделиться со своими отношениями с папой. Раньше, всю жизнь, точнее, каждый разговор с моим папой, меня захочет с эскизами. Каждый. Немного никуда такого разговора, чтобы что-то проходило очень хорошо. И тоже с мамой разговаривали, что и все плохо закончилось. И Шалли Александрович говорит, что мы нарисовываем детей каждый момент. И папа мне отрезал в торговле, но и другую. И сейчас, когда мы начали более спокойно друг на друга реагировать, мы как-то стали после каждого разговора с радостью иногда даже уходить, оказывается. И иногда даже просто получил. Мы уже не ругаемся. И задумываются такие реальные открытия. Потому что, когда мы начали меняться, то мы не начали меняться. И я очень сильно прошу каждого родителя, маму, папу, чтобы вы нарисовывали своих детей. Не в ту сторону, не вором, не криком. Потому что ты такой должен быть, ты такой, а то это, это, это. Вы нарисовываете детей в другую сторону. А надо как-то пытаться ласковым, надо такими поступлениями, строками нового, ласковыми, например, проводить. Тогда вы нарисовываете детей в эту серьезность, доброту, вот это то, что мне очень сильно хотелось сказать. А после чего вы не изначально пришли? Очень многое произошло. Где здесь столько папок? Ребят. Есть такие, есть институты, духовных, преподных наук. Мама туда поступила и полгода молчала об этом. Вот эти полгода очень сильно как-то изменили нашу жизнь. И мы не знали, из-за чего это происходит. Это, кажется, мама поступила с вами в институте. То есть папа с мамой начали получать знания? Да, да, да. А потом и подключили нас детей. Знаете, так хорошо стало в семье. Можно дорисовывать с тобой. Практика дорисовывания. Это Шанг Александрович рекомендует. И он говорит, что воспитание – это питание оси. Например, если я говорю, у других дети как дети. Скажите, пожалуйста, ось чего я питаю? Или когда я, например, просто пугаю ребенка и ему в чувство вины вгоняю его. Наше воспитание очень часто строится именно на чувстве вины и стыда. То ось чего я питаю? Ось страха, неуверенности. И вот способность дорисовывать – это питать совершенно другую ось. Ось благородства, ось доброты. И это целая наука. Это как так сказать ему, чтобы вот эту ось напитать? И тогда мы с вами перестанем автоматически друг на друга реагировать. Каждый раз мы будем думать. Это, кстати сказать, не только же к ребенку относится. Это и во все взаимоотношениях в семье. Спасибо тебе большое. Я бы очень хотела поблагодарить свою маму. Она сейчас не со мной. А, меня зовут Юля. Я прилетела из Челябинска. Я хотела поблагодарить маму за то, что она все время мне давала свободу выбора. С самого рождения она меня отпускала, куда я захочу. Как будто я сейчас чувствую, что она чувствовала, что я не ее, что как будто бы над этим всем стоит что-то выше, что меня оберегает. И она как будто бы чувствовала то, что я хочу. Потому что то, что сейчас имею я, это все благодаря моей маме. Потому что мои увлечения, она меня к ним привозила. и все время давала свободу выбора. То есть хочешь, делай. И у тебя будут свои уроки. Хочешь, не делай. Ну, то есть как бы не было такого наседания. Я не знаю, откуда она это взяла. Просто вот у всех моих друзей, родителей, они как бы давят на них. Они говорят, что ну, что там возвращайся домой во столько-то, делай то-то, 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 то-то. А у меня такого не было. И вот сейчас чувствую такое прям чувство благодарности. Не знаю, просто это сейчас еще, наверное, мой урок. Учиться благодарить. Потому что я в этом начинаю вообще забывать. О том, что мало благодарю. И самое такое большое чувство благодарности за свободу выбора. И за то, что каждый вечер у нас что-то с мамой просыпалось, у нас такое вдохновение разговаривать и делиться чем-то сокровенным. И за эту свободу выбора я могла доверять своей маме. Потому что я приходила каждый день, я там прихожу домой поздно, потому что у меня очень много всего такого происходит. И я с ней делилась тем, что у меня происходит. И я чувствовала, что она меня слышит. И за это я очень благодарна, потому что моя мама умеет слушать. И сейчас так говорю. Я даже сама об этом не задумывалась, но сейчас какие-то такие откровения приходят в моей душе. Всем здравствуйте. Меня зовут Марина. Мне 13 лет. Я приехала из Мариуполя. И я очень благодарна моей маме за то, что она мой самый близкий друг. Потому что сколько я себя помню, мы всю жизнь с ней очень сокровенно общаемся. И у меня как бы обычно не было как бы друзей где-то в школе. И для меня было это трудно. Я всегда приходила домой и знала, что меня там ждет мой настоящий друг, который меня никогда не просит, который меня всегда выслушает. И даст поддержку и какой-то совет. моя мама является этим другом. И я считаю, что это очень важно, когда вы строите взаимоотношения со своим ребенком. Всегда стараться как-то выслушать его, его проблемы. Даже если вы очень устали, и вам кажется это невозможным после тяжелого рабочего дня, то поверьте, это самое важное, что может только быть. это поддержать своего ребенка, выслушать его и обнять, дать совет, потому что порой этого не хватает. И вы же не знаете, как себя ведет ваш ребенок в обществе. Ему иногда приходится очень тяжело. и если вы будете как-то на него давить дома, то он тогда закроется. Это самое ужасное, что может быть. И поэтому всегда будьте другом своего ребенка. И я хочу поблагодарить свою маму за это, потому что это человек, который окрыляет меня и делает меня действительно счастливой. Спасибо. Спасибо вам большое. Может сесть или у вас есть какие-то вопросы? Есть вопросы? Как тебя зовут? Ну, меня зовут Клина. Мне 10 лет и я приехала из города Санкт-Петербурга. Есть, может, к любому вопросу? Он вообще у нас такой мудрец может отвечать. Это вы слышали от этих книг? На самом деле дети будут еще и завтра с вами. Если у вас появятся какие-то какие-то вопросы, они максимально искренне будут вам отвечать. Да? Ты довольна, что скажите, пожалуйста, у кого вот тут там есть блокноты? Прошу, через зал. И вот сегодня сказала, что надо заводить никакие благодарности. И я переживал этот опыт лично на самом собой и каждое утро в школе писал благодарность в учителях, которые меня все думают. И родителям, и пытаться всех благодарить, Бога благодарил. и потом, когда тетрадка закончится, вы сами начнете мыслями всегда благодарите и у вас будет очень особенное определенное состояние. и и прямо сейчас запишите пару слов благодарности своему родителям, Богу, своему учителям, не только школе, которые вокруг вас все время находятся. Запишите пару слов благодарность и начнете сейчас вернуть благодарность и как же вот такая идея. спасибо. Да там уже наставлен когда-то все правильно. А так как он все-таки учится, когда ты говоришь запишите и забывай говорить пожалуйста. А то такое ты похоже научился у авторитаря поэтому пожалуйста и мы обращаемся с просьбой и даем доставление на судьбу спасибо. Спасибо.